Скульпторы работали в экстремальных условиях при температуре выше 30 градусов на открытой местности на площади Ленина, где от палящего солнца практически не скрыться. Всё ради результата, который обязательно впечатлит нижегородцев. Скульптуру я назвал окно в будущее. Организаторы заинтересовались этим эскизом и выбрали его для этого симпозиума. Все скульптуры выполнены из цельных кусков известняка. На площади выставлены как абстрактные композиции, так и скульптуры, в которых вполне угадываются очертания людей. А в некоторые работы авторы заложили отсылки к грядущим событиям. Симпозиум посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Поэтому тут и бесконечность, и такой как бы узел связанный, а потом выстреливающий, то есть как бы такое движение. Для многих скульптур, кстати, уже выбрано общественное пространство Нижнего Новгорода, которое они могли бы украсить. Пришла идея одну из скульптур установить на улице Варварской. Она сейчас благоустраивается. Там новые покрытия, новые тротуары. Посмотрим, если места хватит, действительно ее установим. На этой скульптуре изображен маленький ребенок, да, и как бы родители двумя ладошками его держат. Это было бы уместно, наверное, установить у роддома первого. Симпозиум, в принципе, проводимый в год 800-летия, да и в принципе проводимый в любой год, он важен для города тем, что он приносит еще такой живой процесс делания культуры в массы. Симпозиум дает такой пищу для размышлений и материал для украшения города. Потому что, конечно, каждая из этих скульптур станет украшением того или иного парка или там набережной. События такого уровня, как симпозиум вдохновения в Нижнем Новгороде, не проводились уже несколько десятков лет. Но сейчас, в преддверии Большого юбилея города, это было просто необходимо. Организацию симпозиуму взял на себя Центр 800. Девять мастеров со всей страны использовали свое мастерство, вдохновившись Нижним Новгородом, чтобы сделать ему незабываемый подарок. Артем Логинов, Виталий Кудрявцев. Время новостей.